Поликлиника номер 3 – это одно из тех учреждений, где сегодня оказывается комплексная консультативная помощь пациентам, имеющим проблемы со зрением. Это и те, кто перенес оперативные вмешательства, и те, кто только ощутил первые проблемы и хочет минимизировать риски осложнений. Как бы банально ни звучало, все начинается с таблицы Сивцева. Алфавитной проверки остроты и уже после диагностика переходит в более узкий профиль, в зависимости от уровня проблемы и степени потери зрения. Необходимо обязательно посещать врача-офтермолога раз в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб. Так как многие глазные заболевания могут не проявлять себя какими-либо симптомами в течение длительного времени. Кроме того, при осмотре у офтермолога зачастую выявляются нарушения работы других органов и систем. Например, сердечно-сосудистая, это артериальная гипертензия или эндокринный, сахарный диабет. Большое количество факторов оказывает негативное воздействие на зрение. В первую очередь это компьютеры и мобильные гаджеты, которые с одной стороны становятся нашими помощниками, а с другой – коварными врагами, которые медленно, но уверенно снижают остроту зрения. Наблюдаются изменения и у тех, кто тяжело переболел ковидной инфекцией. Где-то сказываются возрастные факторы. Это, как правило, развитие дальнозоркости или близорукости. Все это нужно контролировать, регулярно посещая офтальмолога. Кстати, здесь важно знать некоторые правила подготовки к приему. Контактные линзы лучше всего снимать хотя бы за сутки до приема. Если такой возможности нет, то лучше взять с собой контейнер и раствор для линзы. Также на прием к офтальмологу лучше приходить без косметики на глазах. Еще, возможно, что для более детального обследования понадобится закапать вам капли расширяющие зрачок. Поэтому за рулем лучше не приезжать, так как могут быть проблемы с фокусировкой в течение 2-3 часов. Офтальмологическая база Брещен на сегодня выглядит достаточно внушительно. Постепенно медицинские учреждения обновляют свое оснащение. К слову, в областной клинической больнице сегодня функционирует целое профильное отделение, где вопросы решают не только на уровне инъекций медпрепаратов, но и осуществляют ряд оперативных вмешательств. А недавно здесь при спонсорской поддержке появился новый лазерный аппарат. Он предназначен в основном для лазерной коагуляции сетчатки, как переднего, так и заднего отдела. Также будут выполняться антиглокомные операции, операции на стекловидном теле. С низким зрением, что снижается зрение, туман перед глазом, пятно перед глазом. Вот такие проблемы идут. Послеоперационные пациенты очень много идут к нам. После оперативного лечения катаракты, даже глоукомы. Да, когда есть ресурсы для оказания помощи, это хорошо. Но еще лучше, когда к ним приходится прибегать реже. Именно поэтому офтальмологи особое внимание уделяют профилактике заболеваний. В набор простых и стандартных правил входит грамотный режим работы и отдыха. В рацион стоит включить продукты, богатые антиоксидантами. А во время прогулок под активным солнцем лучше воспользоваться специальными очками.